Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, я представляю компанию JetHunter. Хочу вам сначала задать вопрос, кто здесь летал хоть раз на самолете? Поднимите руку. Смелее. Возле пара кто-нибудь летал? А кто летал бизнес-классом? Отлично. Так, держите руки, мы сейчас вас посчитаем. Вы наши VIP. Отлично. А кто летал на частном самолете? А вы прям замрите и не уходите никуда. Да, девушки, смотрите внимательно, кто руки поднял. А у кого личный самолет? Вот так вот. Наш проект позволяет летать на частном самолете, купив кресло по цене бизнес-класса. Не то нажал, извините. Как мы это делаем? Немножко нужно понимать бизнес-авиацию. В бизнес-авиации есть такое понятие, как пустое плечо. Это когда авиакомпания выполнила рейс, допустим, из Москвы в Санкт-Петербург, а следующий у нее из Риги. И она перегоняет самолет последующего пассажира из Санкт-Петербурга в Ригу. Как правило, она дисконтирует этот рейс до 80% от стоимости авиабилета. Мы с такими авиакомпаниями договариваемся и продаем их рейсы на своей платформе по кресельно. Соответственно, цена такого кресла получается соизмерима цене бизнес-класса. Как мы это делаем? Мы интегрированы с бэкэнд-системами операторов и специальным алгоритмом анализируем расписание перелетов этих самолетов и видим эти пустые плечи. Далее мы их берем к себе на платформу и вместе с ценой помещаем в обычные каналы дистрибьюции регулярной авиации. Например, на этой неделе мы запустили проект совместный с Aviasales. Вы можете, зайдя на Aviasales, купить кресло в частном самолете по цене бизнес-класса. Авиакомпании очень активно идут продавать кресла, потому что эти емкости у них в любом случае не задействованы. Самолет либо полетит пустой и они ничего не заработают, либо они заработают с нескольких кресел. Для пассажира это уже абсолютно другой уровень сервиса. Это вылет из другого терминала, это лимузин до самолета, это отдельное кресло комфортабельное, это специальная еда, это неограниченное количество багажа и так далее. Рынок бизнес-авиации достаточно большой, это около 100 миллиардов долларов. Всего вылетает порядка 30 тысяч самолетов, ежедневно совершают рейсы около 10 тысяч. Всего регулярная авиация перевозит в год порядка 3,5 миллиардов пассажиров. 8% это бизнес-класс. Мы претендуем на рынок между бизнес-классом и бизнес-авиацией. Среди наших конкурентов можно ответить проекты, которые занимаются поиском и бронированием бизнес-самолетов по запросу. То есть это не по кресельной продаже, а продажа целого самолета клиенту. Например, рейс из Москвы в Ниццу будет стоить около 30 тысяч евро. На нашей платформе такой рейс может стоить 800-1500 за кресло. С нашими партнерами мы договариваемся по модели revenue sharing. То есть мы берем этот инвентарь, помещаем его на каналы продаж регулярной авиации и зарабатываем 5% с проданного кресла. Средний чек около 1200 долларов. У нас есть инвестиции. Инвестиции были сделаны первыми нашими пассажирами, которым понравился наш сервис. И сейчас мы ищем около 300 тысяч долларов на развитие проекта, на технологию, на свои собственные продажи. У нас команда состоит в основном из инженеров. Это технологии. Это я представляю IT-сторону и мой партнер Артур Баджан, который 8 лет работает в бизнес-авиации, проработал в брокере, в авиакомпании, хорошо разбирается в этой сфере. Дамы и господа, вопросы? Я хочу еще познакомить с нашим другом, с Тиграном, который помогает проекту. Спасибо, Сергей. Спасибо большой команде... Погромче. Да. Спасибо большой команде стартап-шоу за этот прекрасный вечер. От души. И за прекрасные проекты. Я буду краток, коллеги. Если, собственно, чем я занимаюсь, это, вкратце, продюсирование стартапов. Мы отсматриваем проекты, и те проекты, которые кажутся нам интересными, мы отбираем, в том числе у нас есть платформа для синдицированного, говоря русским языком, коллективного инвестирования. И мы инвестируем в эти стартапы. Кроме денежной помощи, мы еще оказываем, безусловно, какую-то административную помощь, поддержку. Поэтому, если есть интересные проекты, присутствующие тут, соответственно, которым нужна помощь в продвижении, буду рад пообщаться, подходите. Если есть инвесторы, которые ищут интересные проекты и готовы инвестировать, тоже буду рад пообщаться, есть что предложить. Всем спасибо, хорошего вечера. Спасибо большое вам.